А что необходимо знать и уметь для начала в бизнесе на партнерстве? Ну, собственно, в первую очередь не нужно разбираться досконально в теме. Многие, конечно, не согласятся, скажут, вот как же так, чтобы продавать дома, чтобы продавать, там, не знаю, септики, чтобы продавать фундаменты, чтобы продавать землю, чтобы продавать заборы, чтобы продавать беседки, чтобы продавать, господи, надо до бесконечности я могу продолжать на самом-то деле, ну, там, бани и так далее, так далее, так далее, да, в той же самой простой стройке. Нужно в этом разбираться. Отчасти, да, но если обратно вернуться к пунктам анализ ниши, анализ конкурентов и декомпозиции, вот на этом этапе вы уже, в принципе, будете знать, ну, если не больше своих многих партнеров, ну, и, собственно, со знакомством в партнерстве, вот даже в 4 пункта, вы уже будете знать очень-очень неплохую базу, которая достаточна для того, чтобы, а, сделать, обработать первых клиентов, чтобы сделать какие-то скрипты продаж и провести анкетирование, чтобы собрать себе сайт, ну, и, собственно, запустить какой-то первый трафик, чтобы не иметь никаких больших проблем, потому что большая часть ваших конкурентов, именно директологи, запускают примерно следующим образом сайты. Чего-то наклепали, пойдет, запускаем, потому что анализ ниши, анализ конкурентов, практически никто из директологов там за 5 тысяч, за 10 тысяч, давайте будем честными, не будет делать никогда. Они просто собрали ключи, спарсили, выплюнули заголовки, какое-то УТП у вас же спросили, о котором вы вообще нигде ничего не слышали никогда, и вот готовый, в принципе, готовая связка сайт плюс трафик. В вашем случае вы, как бы, пообщавшись с партнерами, сделав анализ ниши, анализ конкурентов, вы уже многие вещи будете знать. Вот, поэтому, хоть досконально не надо разбираться, но чуть-чуть основу вы и так поймете. И необходимо уметь продавать и готовить сами рекламные материалы. Это, наверное, одно из самых основных направлений. Итак, партнерство на услугах. Ну, понятно, что у нас одно из самых популярных моментов, это значит, что стройка, которая нас интересует, это в основном партнерство на услугах. То есть, это не продажа товаров, это не продажа оптовых, ну, оптовых в крайне минимальном количестве тоже товаров, больше нас интересует именно строительство и услуги с ними связанные, в которых есть очень интересный профит, то есть прибыль. И она нас будет максимально интересовать.